Здравствуйте! Поставьте лайк, подпишитесь и включите колокольчик. Успите это сделать за 3 секунды, если считаете себя умнее искусственного интеллекта. Если вы успели, я вас поздравляю, вы прошли проверку. А теперь узнаем в комментариях, умеете ли вы писать, точнее писать. Короче говоря, искусственный интеллект. Это была веселая суббота, а вот это грустная какашка. В данный момент я был очень сильно похож на нее. А почему ты грустишь? У тебя ведь сегодня выходной, сидишь на жопе ровно, втихаря попердываешь, да еще и в компуктер играешь. Совсем уже офигел, скажете вы. Но я вам так отвечу, если бы злая какашка не бесила меня, я бы не унывал. И сейчас речь идет вовсе не о ней, а о моем братанчике, который всеми силами пытается меня выбесить. Видите ли, я давно не убирался в квартире, тоже мне трагедия. Подумаешь, пыль с прошлого года не протирал. Ага, если бы только пыль. Андрей, это все не я. Конечно, это я беспорядок развел. Ты? Да, Коля, я. И вонючие носки тоже мои. Эй, Андрюх, вот носки как раз таки мои. Короче, я тебя по-братски прошу, приберись в квартире. Да как он не поймет, я хочу насладиться отдыхом в свой заслуженный выходной, а не везде наводить порядки в квартире. Тем более, беспорядок правда развел мне я. Не понимаю, кто у нас такая свинья? Тут моим размышлениям помешал живот. Он напомнил мне, что пора бы уже перекусить. Я не стал с ним спорить и заварил вкуснейший роллтик. Но, к сожалению, моя мама подпортила весь аппетит. Походу они с Андреем сговорились. Опять началась все та же шарманка. Почему я не прибираюсь, почему так грязно? Попытался объяснить маме, но она ни в какую не хотела меня слушать. Мам, почему вы Жорика не заставляете работать? Потому что он работал на прошлой неделе. Чего? Колька, это ты? Да, я. А ты кого так боялся увидеть? Походу еще я боссался. Не важно. Слушай, мама просила передать, чтобы ты до ее приезда пропылесосил всю квартиру. Ну, зашибись. Какой же я дурак. Меня малой ввел вокруг пальца. Конечно же, я сразу сказал маме, что это я пылесосил на прошлой неделе, а не Жорик. Но мама мне не поверила. Тогда я рассердился еще сильнее. Видимо, Ролтику придется подождать. Сейчас малому не поздоровится. Ой, то есть, наоборот, малой подождет, а вот Ролтику сейчас не поздоровится. После сытного обеда, по закону Архимеда, полагаются поспать. Но в моем случае со сном придется повременить. Есть дело куда важнее. Обожаю мандринки. Так вот она, нашлась-то свинья, которая мусорит в квартире. Малой, слушай меня внимательно. Сейчас ты поднимаешь свою ленивую задницу и быстро наводишь порядок. Зачем? Как зачем? Чтобы было чисто. Колька, ты не переживай так. С этого дня убираться не надо. Наш дом самостоятельно с этим справится. Я тут почти все закончил. Ничего не понимаю. Колька, а что тут непонятного? Я купил систему умный дом. Вот дядя Федя ее уже устанавливает. Подожди, что? Что ты сделал? И почему-то доверил в такое важное дело бомжу. Прошу заметить, если я бомж, это еще не говорит о том, что у меня кривые руки. Все хорошо, все хорошо. Я в порядке. Так было задумано. Он мастер своего дела. Я вижу. И на какие шиши ты это все купил? Продал приставку. Сердце, сердце кольнуло. Польт нажимает на кнопку и дверь сама закрывается. Крутяк. Спросил, что еще мне этот искусственный интеллект. Пару нажатий и я услышал звук пылесоса. Не говори, что пылесос сам пылесосит. Это еще не все. Секундочку. Теперь тебе не придется мыть посуду. Хо-хо-хо! Отюметь можно! Вау! Тут очень много функций. Например, закончилась чистая одежда. Не беда. Нажимаем кнопочку. И готово. Стиральная машинка все сделает за тебя. Слышишь? Слышу. Стиралка сама стираем. Все верно. Я не мог поверить в реальность происходящего. Признаю. Умный дом очень сильно заинтересовал меня. Я забрал у Жорика пульт и стал нажимать на кнопки. Жора предложил сначала изучить инструкцию. Но мне было лень. Кулька, может все же не ленись? Да ну. Тут нет ничего сложного. Все и так ясно и понятно. Я не послушал брата и решил проверить, как там обстоят дела с посудой. Но зайдя на кухню, очень сильно разочаровался. Да, вода с крана лилась, но посуду никто не мыл. То же самое и со стиральной машиной. Жорик ее запустил, но нафигачила в холостую. Потому что грязную одежду никто не закинул. Стоп. А как тогда пылесос работает? Мама? Мама, мама. Это ты пылесосишь? Нет. Домовой. Домовой? Шучу, я пылесошу. От тебя же помощи не дождешься. Прости, мам. Я обязательно тебе помогу. Только прежде. Нужно кое с чем разобраться. Я злой вернулся к Жоре и стал орать на него. Брат попросил меня успокоиться и нормально все объяснить. Я сделал вдох, выдох и все ему рассказал. Ну так а ты что хотел? Хотел вообще ничего не делать. Хи-хи-хи-хи. Размечтался. Хоть и со временем. Думаю, выпустят обновление и добавят новые функции. А теперь остается только ждать. О, интересно. Что это за кнопка? Колька, может, все же прочитаешь инструкцию? Не. И что? Само уничтожение через 3 секунды. 3, 2, 1. Коля, Жорик, вы не знаете, что со светом случилось? Не, мам. Не знаем. А я ведь просил инструкцию изучить. Знал, что добро в это все не кончится. Я сейчас все исправлю. Стой, 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 стой. Лучше ничего не нажимай. Очень опасно. Когда дом умный, а хозяин тупой, как пробка. Согласен, попрощил. Ты слышал? Он нас понимает. О, читай инструкцию быстро. Ветние каникулы летели очень быстро. А у меня за это время ничего интересного не произошло. Я хотел съездить на море, купить новый телефон и наконец-то найти девушку. Но для этого мне нужны деньги. И тут мне в голову пришла идея. Я вспомнил, как в детстве бабушка клала вареньки монетку. И кому она попадется, тот будет самым богатым. Но удача все время была на стороне моего брата. Я надеялся, что в этот раз монетка достанется мне. Надел фартук и хотел приступить к готовке, но вспомнил, что повар из меня отстойный. Поэтому быстренько сбегал в магазин и купил пачку готовых вареников. После того, как прочитал инструкцию, сразу приступил к приготовлению. Ох, надеемся. Так, главное не забыть монетку. Ого, Коля, это сон. Ты не спишь, Андрей. Сегодня я приготовлю самые вкусные вареники. А, ну тогда не буду отвлекать. А потом вернусь и попробую твой шедевр. Так, это... Если в этот раз монетка достанется Андрею, мне точно не стать богатым. Я продолжил готовить вареники. Через пару минут они были готовы. Я чуть-чуть отложил брату. Остальные вареники себе любимому. Как я понимаю, там, где больше вареников, это моя тарелка, верно? Вообще-то нет. Коля, я старше, следовательно, мне нужно кушать больше. Но никаких но. Спасибо за вареники. Приятного аппетита. Шанс, что в моем варенике окажется монета, стал намного ниже. Но я все равно верил, что удача сегодня со мной. Но, видимо, я ошибался. Монетки все не было. И вот, когда у меня остался один вареник, я занервничал. Прибежал к Андрею. Он тоже уже почти доел. Андрей, ты в варенике не находил сюрприз? Эээ, сюрприз? Нет. А что за сюрприз? А, ну там, секунду. Сюрприз, а больше нет. Так скажи хоть что там было. Мне попался счастливый вареник. Я туда монетку засунул. Помнишь, бабушка в детстве нам так делала? Да, припоминаю. И что? Ты понимаешь, что совсем скоро я разбогатею. Очкастый, ты вроде бы взрослый уже, а ведешь себя как ребенок. Иди лучше посуду помой. Вот зря ты не веришь. Сам скоро все увидишь. Коля-Коля. Когда я разбогатею, у меня появится личный слуга, который всю работу будет выполнять сам. После того, как я закончил мыть посуду, решил испытать свою удачу. Купил лотерейный билет в надежде, что выиграю большой куш. Но, к сожалению, я остался ни с чем. Я не унывал. Все еще впереди. Предложил местному бомжу Степанычу сыграть в карты на баблишко. Он, конечно же, согласился. И уже через час я должен был Степанычу кругленькую сумму денег. Мне вообще не везло. Но я не отчаивался. Ведь именно мне попался счастливый вареник. Я точно разбогатею. И тут у меня появился новый план. Я позвонил своему другу Вадику. Он появился неожиданно. Я предложил другу сыграть на деньги. Кто бы с ней съест кусок арбуза, тот и победит. На старт. Внимание. Марш. Так, Тём. Да ладно. Как ты это сделал? Ну, я голодный просто. Ну что, где мои деньги? Слушай, тут такое дело. Я совсем скоро разбогатею. И тогда отдам тебе, хорошо? Ну... Все, все, все. Вадик, тебе давай продай сюда тарелку. Все. Давай, Вадик, там пусть. Мое настроение было на нуле. Я размышлял о том, какой же я неудачник. Даже волшебный вареник мне не помог. Но вдруг я заметил 50 долларов. Все-таки я визунчик. Не понял? Что за? Коля, ты действительно думал, что счастливый вареник все сделает за тебя? Ну да. Так, Колярочек, это жизнь. А в жизни так не бывает. Устройся на работу. Начни нормально зарабатывать. И тогда в твоей жизни все наладится. А если будешь надеяться только на удачу, то ничего не будет. Ты прав, Андрей. Пора менять свою жизнь к лучшему. Слушай, а может, вместо вареников нужно было пельмени сварить? Вдруг бы сработало. Ой, дурак. Стой, стой, стой. Не спеши уходить. На нашем канале ты найдешь очень много позитивных видео. Поэтому посмотри их все. Желаю тебе удачи. Никогда не скучай. И всегда улыбайся. Субтитры сделал DimaTorzok